Приветствую вас. Моё мнение по данному вопросу будет таким, что вам не нужно избавляться от своей неприязни, потому что она определённо имеет под собой причины. Я бы сказал, что вам нужно смотреть на то, с чем связано ваше неприятие, то есть какие она имеет основания, это самое неприятие, то есть чем конкретно вас это выводит из себя, какие чувства вызывает, понимаете. Скорее всего дело в том, скорее всего дело в том, как реагирует, как реагирует на это ваше подсознание. То есть, знаете, в психологии есть такое понятие, как резиновая ленточка. И резиновая ленточка это определённый механизм, который практически моментально переносит человека в тот период, когда он испытывал определённые негативные эмоции. Соответственно, вам нужно отследить этот момент. Куда вы переноситесь, к каким аспектам вы переноситесь, вот, и в какое состояние вы впадаете. Ну, совершенно очевидно, что в данном случае в, значит, ну, в данном случае сын вызывает у вас определённые чувства, которые связаны с сугрозой. Либо с сугрозой, либо с подавленными желаниями. Я рекомендую вам всё это аккуратно рассмотреть, вот, и выработать для себя определённую модель поведения. Возможно нового поведения, вот. И, соответственно, так вы сможете сохранить нормальные отношения с ним и со своим мужем. Вполне возможно, что вы ревнуете с своего мужа в прошлой жизни. Такое тоже может быть. Вот. Если так, то дело в вашей неуверенности, страхе одиночества и отсутствие собственной значимости. Вот. Что тоже, безусловно, нужно разбирать. Вот. Вот так вот вам, я думаю, можно ответить на ваши вопросы. Пока что. Просто подслеживайте свои чувства и посмотрите, когда вы испытывали данные чувства, когда вы переживали их ранее. Ну, самый ранний эпизод, когда это с вами происходило. Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.